здрасте дорогие зрители наконец-то мы снова с вами все-таки вы голосом напугать кого-то хочешь но есть некоторые которые нас боятся и вопят ну что значит сегодня мы опять вас знакомим с голливудскими новостями ну и первая у нас новость очередной развод вау это у нас как фишка да мы на этом специализируемся у нас разводится ричард гир и кэри лоуэлл 11 лет они прожили вместе и теперь разводятся потому что ведут разный образ жизни да в общем такой такой образ жизни что вместе жить они совершенно не могут ну что он у нас буддист и любит а уединение медитирует постоянно он совсем оборзел мужик ну еще каждый развлекается как может все нормально вот он любит уединение она вешена потусоваться не дура и вообще очень активная и мужа с собой на всякие мероприятия таскать наладилось там я не знаю там на вечеринке там еще куда-то а он не хочет он хочет сидеть дома и медитировать а я-то другое слышала что он недавно она за бабой приударил в ресторане и нарвался на ее мужика это была такая некрасивая сцена короче там был чуть ли не мордовой и бедного гира этот мужик в общем пенделем из этого ресторана ты погнал кошмар он уже старый ну блин но он же не мальчик ему сколько уже 60 ну да за 60 ему ну и хрен мне кажется вот эта причина есть самая главная хотите причину ричард ричард гир бабника хотите причину ричард гир этот самый святой я не привыкла гиру святому как-то не вяжется одно с другим ну что делать придется связать слушай а майкл дуглас и кэтрин джонс они празднуют день рождения чей ах у них да у них в один день ты представляешь охренеть 25 лет да родились в один день потому видна натура у них примерно одинаковая в общем ну что там вообще очень интересно значит празднуто не это дело раздельно майкл да майкл снимается а кэтрин в китае там какой-то промоушен очередной работе какой-то делает своей вот и она сейчас был последним да 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 он на имя он получил там приз за лучшую мужскую роль и он сказал что благодарю и свою жену кэтрин джонс попробовал бы он не сказать народ замер так здесь в предвкушении может помириться вообще нет ну как-то вот пока не понятно помириться старый он уже понимаешь очень старый она молодая женщина и он со своими заскоками капитальными за скоков у него было сколько хош потому что у него же были проблемы да у него была не одна проблема он вообще человек проблема в отличие от папочки зато талант ага ага а знаешь еще одна причина почему они разошлись в общем очень многие издания пишут о том что в общем она стресса когда на нее все эти навалились то она начала как-то пить немножко больше чем полагается ну знаешь поживешь ее жизнь и майкл это очень сильно не нравилось но хотя кто бы осуждал да кто бы осуждал это человек который лежал в клинике сексуальных расстройств потому что извини неоднократно дорогая моя неоднократно ну в общем конечно я с одной стороны майкл великий актер но как человек хороший актер до великого ему не хотят вот мне кажется что он великий актер ну не важно ладно это в наше с тобой личное мнение были у него хорошие фильмы великий ну ладно не будем об этом ну зато у нас вот радостное событие зоя солдана вышла замуж звезда аватара помнишь это синее ну не видела я аватар меня от него воротит я вот несколько кадров первых посмотрела и меня тут же свернуло на бок нафиг ну ладно темнота хорошо темнота полная тем не менее зоя солдана вышла замуж за итальянского художника она вышла замуж за итальянского художника марку перего парень этот бывший игрок в американский футбол потом у него была травма и он резко переквалифицировался да у него резко вдохновение поперла ну еще один этот эглесис ну да ну тот запела а до этого она несколько месяцев встречалась с актером Брэдли Купером что-то Скуперу этому не везет то одна баба с ним порвет то другая что такое на мой взгляд чистый пиар больше ничего потому очень как-то краткосрочно Скупера у нас встречалась где-то наверное месяца три-четыре и в марте двенадцатого года они разорвали отношения а вот тут что-то очень все скоропалительное знаешь такое ощущение что как-то вот на попас проплатили пиар вещь святая ну может быть может быть не удивлюсь кстати абсолютно не удивлюсь ну бог ей в помощь ладно потом посмотрим как быстро она разведется ясно а что там с Далоном я не поняла а ну что напугал он всех в больницу попал правда тут ненадолго он торопится что ли нет у него проблемы были с сердцем значит у него были головокружения он в обмороке падал он сказал что это аритмия очень сильная а аритмия у него на фоне у него мальчик ну понимаешь да за семьдесят лет мужику но тем не менее аритмия у него на фоне негативных эмоций сильных стрессов а эмоции в основном из-за сына ты что не знаешь вообще что там с сыном о котором сыне речь ну я не знаю он не сказал если речь идет об Энтони ну то Энтони еще тот барбос да да если речь идет о младшем сыне то о нем ничего не известно во всяком случае я очень сильных этих о нем ничего не слышала в основном Делон сейчас занимается тем что тянет свою дочку пиарит ее аж писк стоит ну вот ну вот он сказал что значит с сыном у него проблемы отмочил отмочил о господи вот че ему ну ты понимаешь Энтони всегда он рос в тени своего точно великого отца и он всегда он всегда он всегда просто угорал от зависти вот и столько сколько неприятных моментов сколько он доставил отцу это знаешь не всякий сын такое устроит ну этот подарочный вариант короче говоря это подарочный такой качественный вариант ну ладно пусть разбираются уже со своей семьей нам то главное чтобы Делон у нас был жив и он кстати снимается собирается у него фильм сейчас собирается да собирается и в театре играет вообще молодец да из больницы вышел да из больницы вышел и резко сразу на сцену ну я знаю да он не отказывается он снимается и снимается ладно бог с ним пусть он будет здоров а че тут у нас Дженнифер че она занимается плаценту ест че в натуре бе ест не в натуре не 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 в натуре препараты плаценты значит она китайские небось самое интересное что не мази да вот как бы ну мази то уже давно а какой смысл мазями мазаться если изнутри все это подпортилось со временем вот она значит вот внутри принимает ну а с другой стороны ну ладно ребята ну проблема конечно проблема очевидна вот как видно да ну старея девушка ну нормально естественно не стареют только покойники что за проблем а с другой стороны зачем фотошоп милое дело ну посмотри пара движений пара кликов мышью и ты уже вау ну вон смотри пенелопа круз вот пожалуйста ни мешочка тебе под глазами ни морщинок ни фига а посмотри на остальные хвощи аут а дэми муру вау а мадонна а а самое главное бритни спирс ты посмотри ей подбородок тоже убрали ой и подбородок убрали и прыщи убрали и кожу почистили и вообще красавица ну а это а вот последнее самое главное вот это вот мне больше всего нравится это кейт мосс боже ты мой ужас какой вот представляешь а люди то люди особенно девки неразумные молоденькие они то думают что все в натуре вот так да ну неужели надо же быть такими непросвещенными девицами чтобы не знать что такое фотошоп короче девушки не рвите жилы хотела сказать не рвите жопы да ахахахах именно их а что а кстати про плаценту натуральную да вот еще одна тут страдалица у нас образовалась да которая планировала закусить плацентой хотела избавиться от лишнего веса очень быстро но на этот раз она хотела натуральной кардашьяна что ли кардашьяна она несколько ребёнок растила вот и видимо хотела свою плаценту Ну, значит, если ей закусить. Ну, ты понимаешь, непонятно, сожрала или не сожрала. Ну, я думаю, что нет, потому что что-то как-то это через черт. Ну, а что-то почему через черт? Жрут же китайцы абортированных младенцев, и ничего нормально. Нет, ну то китайцы, а она-то все-таки не китаянка. А она Ким Кардашьян. Один хрен. Один хрен Ким. Вот, вот. Тогда кореянка. Так что все нормально. А сейчас она сидит дома с детенышем, которого назвала вообще девочку. За что так девку обозвали? Норт. Точнее, Норф. Север. Норф. А что не Саус, там, Юг? Или Вест, или Ист? Блин. А вот что за что? Саус-Вест. Тоже красиво, да? Да. Ну вот. Так вот, сидит, значит, с ребенком дома и скучает. Да ладно, у нас тут детей обзывают речка, доброе утро, как хочешь. И ничего, ничего. Рассвет. Да, здраверба. Да, подарок. А тут подумаешь, Север. Ну, Север. Покроется людинками и будет снегурочка. Ну, короче говоря, вот на сегодня все.